Новости продолжает эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. В больницах остаются пять пострадавших во время пожара в жилищном комплексе Акент в Алматы. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сарым Шарипханов на совещании под председательством премьера Алихана Смаилова. Для установления причин назначен ряд экспертиз. Алихан Смаилов поручил ускорить восстановительные работы для скорейшего возвращения жителей домой, провести ревизию новых высоток на предмет соблюдения противопожарных требований. Напомню, из-за возгорания 16-этажного дома в Алматы пострадало 42 человека. Одна женщина 92-го года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. От имени правительства глава Кабмина выразил соболезнования родным и близким погибшей. Въезды к жилому дому были заставлены автомобилями. Также высокие бордюры препятствовали пожарной технике. В этой связи при подготовке инфраструктуры жилых домов и кварталов их благоустройства надо учитывать проезд экстренных служб. Несмотря на ежегодные обновления техники в подразделениях МЧС, в ряде регионов сохраняется потребность специальной техники для работы в высотных зданиях. Опубликованы результаты конкурса на получение государственных образовательных грантов. Их разместили на официальном сайте и в телеграм-канале Министерства науки и высшего образования. В этом году выделено 88 тысяч грантов. Претендовали на них 94 тысячи абитуриентов. По итогам конкурса самый жесткий отбор проходил по специальности стоматология. 22 человека на одно место. Среди претендентов почти 20 тысяч обладателей нагрудного знака Алтенбельга, победители международных и республиканских олимпиад, а также отличники учебы. В этом году по поручению президента выделили 5 тысяч целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов. Зачисление вуза страны, напомню, продлится до 25 августа. Жители четырех крупных сел Шаманаяхинского района Восточно-Казахстанской области рискуют остаться без воды. Там выходят из строя водопроводы. Аварийные ситуации местные жители связывают с обмелением РТШ и износом коммуникаций. Питьевую воду люди получают напрямую из русла реки. Водный дисбаланс увидел Вячеслав Ветлугин. По принципу «помоги себе сам» сельчане из поселка Первомайский самостоятельно ремонтируют водопроводные колодцы. Сделали его, приготовили все, а никаких движений нет. Все, сколько стоит, в самой весны. Колодец вы за свой счет делали? Да, конечно. Но лучше не стало почти на 100% изношенной коммуникации. Вода банально не доходит до потребителей в полном объеме. В трубах пробоины. Эти места мы вот таким образом ограждаем, чтобы кто-то не попал сюда, не провалился, чтобы видели. Сейчас через каждые 10 метров у нас порыв. Вот, собственно говоря, у меня прямо в колодце, можете посмотреть, стоит бандаж. Но это не выход с положения. Труба полностью сгнила. Сгнивший металл водопроводных систем виден в воде из-под крана. Вот такого цвета у вас вода, да? Да. Вот она, мутноватный оттенок. Здесь маленько, да. И вы ее в пищу употребляете? Да, употребляю в пищу. Альтернативы нет? Нет, у нас источник один, Иртыш. Эта насосная станция – главный источник водоснабжения местных сел. Водопровод идет напрямую от Иртыша. Но главная проблема подобной системы в том, что все зависит от полноводности самой реки. Например, недавно Иртыш серьезно обмелел. И сразу несколько сел долгое время оставались без воды. Рассматривался вариант подачи воды через глубинные скважины, артезианские. Чтобы выдаст снабжение, наконец, не зависело от уровня Иртыша. Однако априори экологичный проект почти на 20 лет заморозили, уверяет местный общественник Николай Микенин. Восемь лет я непрерывно общался с высокопоставленными районными начальниками. Обращался по поводу этого водозабора. Были запросы, были встречи, привлекались областные руководители, прокуратура привлекалась районная. В итоге? В итоге на том же месте ничего не изменилось. В районном Акимате ситуацию безвыходной не считают. Чиновники поясняют, деньги на новый водозабор найдут, но не раньше, чем через год. Пока же стоит ждать лишь капремонта аварийных труб. Стоимость реализации проекта 241 миллион тенге. На финансирование данного проекта уже поданы бюджетные заявки. Высшестоящие это областной и республиканский бюджет. Если будет положительное решение, то реализация планируется на 2024 год. Сельчанам остается запастись терпением. Не одни такие. По данным Мининдустрии, только 9 регионов страны имеют 100% доступ к центральному водоснабжению. К концу 2023-го 96% казахстанских сел обещают подключить к новым водопроводам за 280 миллиардов тенге. Вячеслав Фетлугин и Жигир Бабаканов. Восточно-Казахстанская область. Хабар, 24. В полосу препятствий превратилась единственная дорога, соединяющая Талдыкурган с озером Балхаш. Ремонт автобана начали еще 4 года назад. Но работы не завершили до сих пор. Вместо асфальта трасса усеяна щепнем, поэтому ездить по ней невозможно, говорят водители. В проблеме разбирался Рауль Габитов. Протяженность этой дороги почти 110 километров. Для полного ее ремонта понадобится 22 миллиарда тенге. Но финансирование задерживается. Выделена только одна треть от суммы. Как итог, рабочие отстают от графика. На полпути асфальт обрывается, дальше идут рыпвенные ухабы. Проехать по ним без ущерба автомобилю, по словам водителей, нереально. Колеса не выдерживают такую дорогу, поэтому мы сейчас как будто оторваны от остального мира. Таксисты отказываются ехать на шаул, поэтому жителям тяжело добираться до города. Ремонт очень затянулся. Быстрее бы его завершили. Дорога непригодна для езды. Можно остаться без колес. А они дорогие, чтобы их часто менять. Но это полбеды. Из-за бездорожья поднимается пыль. По этой причине в прошлый раз произошло ДТП. Погибли два человека. Отремонтирована трасса всего на 33%. Завершить работы должны в следующем году. Но жители в этом сомневаются. Ситуацию прокомментировали в Акимате. До конца этого года мы планируем привести в порядок участок дороги от станции Лепседа озера Балхаш. Это 27 километров. Ремонт идет полным ходом. Задействован на 18 единиц спецтехники. Поблизости нет карьеров, поэтому строительные материалы нам приходится доставлять из Талдыкургана и Кызылагаша. В области ЖТСУ запланировали масштабную реконструкцию дорог. В Акимате сообщили, что в течение года по всему региону приведут в порядок больше 200 километров автотрасс. В Словении проливные дожди привели к наводнениям. В результате погибли не менее трех человек. Премьер-министр Роберт Голуб назвал разрушения катастрофическими и призвал граждан оставаться дома. По его словам, так можно уменьшить нагрузку на работу экстренных служб. Власти выпустили предупреждение о повышенного уровня из-за погодных условий. За минувшие сутки в стране выпала месячная норма осадков. Метеорологи прогнозируют риск новых наводнений, так как дожди продолжаются. 18 человек погибли в результате крушения автобуса в Мексике. Почти 20 получили ранения. По данным официальных лиц, транспорт упал с крутого склона холма на западе страны. В нем находились мигранты, направлявшиеся к границе США. Личность погибших не установлена, но известно, что среди них трое несовершеннолетних. Пострадавшие госпитализированы. Лесной пожар бушуют на северо-востоке Испании. 140 человек эвакуированы. В тушении огня задействованы 250 пожарных и 6 вертолетов. Пламя охватило территорию недалеко от французской границы, сообщают местные власти. Более 400 гектаров леса выгорело. Ситуацию усложняет ветер, заявили пожарные. Они добавили, что их приоритет – защита населенных пунктов. О новом сезоне лесных пожаров в бразильской Амазонии предупреждают экологи. Команда Greenpeace понаблюдала за тропическим лесом на самолете и обнаружила несколько возгораний. Вырубку деревьев власти в этом году сократили, но годы разрушительных вмешательств и природное явление льненью могут запустить череду новых пожаров. Наводнение после сильного дождя накрыли Австрию. За ночь выпало до 70 литров осадков на квадратный метр. В нескольких населенных пунктах прервано дорожное сообщение. Власти призывают население совершать лишь необходимые поездки. На своих автомобилях запрошена помощь вооруженных сил. Пожарные бригады выезжают на откачку воды и уборку поваленных деревьев. Жители просят держаться подальше от подвалов и мостов. В ООН заявили об острой нехватке средств на гуманитарные нужды в Афганистане. Дефицит финансирования составил более миллиарда долларов, сообщают в управлении организации по координации гуманитарных вопросов. Из-за этого многие программы значительно урезаны. Это касается и сферы продовольственной поддержки. Помощь необходимо доставить до начала холодов, подчеркивают в управлении. Власти Нью-Йорка начали оценивать ущерб после хаоса на площади Юнион-Сквер. Там накануне популярный стример проводил розыгрыш призов в прямом эфире. Тысячи людей заполонили площади и прилегающие улицы в надежде получить подарки. Позже начался хаос. Толпу молодежи разгоняли сотни полицейских. Несколько офицеров получили ранения. Против самого организатора могут выдвинуть обвинения в подстрекательстве к беспорядкам. Международная аудиовизуальная конференция проходит в Пекине. Она посвящена актуальным темам в области цифрового аудиовизуального искусства, среди которых искусственный интеллект и метавселенная. В мероприятии под названием «Интеллектуальное вещание аудиовизуальной технологии будущего» принимают участие свыше 200 крупных корпораций со всего мира. Среди них и делегация агентства Хабар. На площадках конференции обсуждали вопросы обмена технологиями и опытом между медиагигантами разных стран. Обмен культурными, значит, контентами, обмен телепрограммами. Это спорт, это, значит, театр. Много-много направлений, где мы, общаясь, можем все-таки содействовать и экономическому развитию, и политической стабильности в том числе. В Казалардинской области налаживают воспроизводство промысловых пород рыб. До конца года в Аральском районе приступят к работе семь хозяйств. Они обеспечат местные рыбзаводы необходимым сырьем. Проект реализуют в рамках специальной дорожной карты, направленной на развитие сферы. Подробности у Райханта Шабаевой. Белый амур, толстолобик и карп. Именно на эти виды промысловых рыб сегодня сделали упор в Камастебасском рыбопитомнике. Он состоит из 34 инкубационных прудов, расположенных в аральских селах Кожар и Тастах. И именно отсюда ежегодно в свободное плавание отправляют больше 15 миллионов мальков. Весной получаем личинки, выхаживаем их в течение пяти месяцев. Мальков доводим до веса чуть более 20 граммов и выпускаем в водоемы. Зарабляем малый арал, сардарью, акшатаусскую и Камастебасскую систему озер. За сезон в Аральском районе выловили почти 4000 тонн рыбы. Треть отправили за рубеж. С ростом экспортного потенциала наращивают и сырьевую базу. Увеличивают количество рыбоводных хозяйств. Сейчас их три. До конца года появится еще семь. В прошлом году открыли три прудовых хозяйства. Новые технологии воспроизводства промысловых рыб позволяют им использовать подземные источники воды. Выращенный товар покрывает потребность местных рынков и помогает восполнить рыбные запасы в водоемах. Кроме того, это дополнительное сырье для рыбоперерабатывающих заводов. Их в районе 9. Годовая мощность предприятий 24 тысячи тонн. Райхан Тажибаева, Ханалеев, Айтмухамед Байдулдаев, Хазлардинская область, Хабар-24. Возродить опыт предков в строительстве предлагает атераусская школьница Жанель Шайдула. Юная исследовательница изучила возможности практического применения тростника. Сконструировала из него макеты домов и пришла к выводу, используя это растение в строительстве, можно решить множество проблем. Уменьшить количество пожаров, очистить растительные каналы и прибрежья. А самое главное, построить недорогой дом из экологически чистых материалов. Алишер Накипов расскажет. Прибрежные пожары часто доставляют хлопоты жителям Дамбинского сельского округа, потому школьница Жанель Шайдула всерьез взялась за изучение этого вопроса и нашла решение. Сконструировала макеты домов, построенных из тростника. Пожары тут происходят систематически, они приносят очень много вреда. Страдают здоровье людей и окружающая среда. А ведь тростник можно убирать и использовать как строительный материал. Крыши закрывать, например, или же замешивать глиной или бетоном и возводить стены. Тростник входит в группу гидрофитовых сорняков. Подобные растения в народе называют камышом. Сорняк не только наступает на сельскохозяйственные земли, но и забивает русла орошаемых каналов. В зноеную погоду он потенциальный источник возгорания, но у этого растения есть и немало достоинств. В голодные годы из тростниковой муки пекли хлеб, готовили еду, позднее использовали как корм для скота. Прессованный тростник камышит был незаменимым строительным материалом во все времена. Наши предки широко использовали камыш в быту, делали из него перекрытия для юрты. Камышовые плиты используются в строительстве и сейчас. По теплоизоляционным качествам камыш в разы превосходит кирпич, в них не заводится плесень. Почему бы у нас не открыть такое производство? Способов переработки этого строительного сырья существует много, но в условиях масштабного строительства спроса на них почти нет. С учетом экологичности и дешевизны материала идея школьницы могла бы найти применение в индивидуальном строительстве. Но пока огромные заросли камыша вместо пользы доставляют людям только проблемы. Казахстанский велогонщик Александр Винокуров завоевал золото в гонке на мировом первенстве в городе Глазго. Велосипедист выступил в возрастной категории 50+. Второе место в турнире занял испанец Рауль Патину, а третье – Адриан Еш. Отмечу, ранее Винокуров стал победителем на чемпионате Азии в Таиланде. Тогда он выступил в категории мастерс в возрастной группе 50+. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok